Ну, металлисту надо что-то делать. Что, игры рукой не было? А у нас тут можно. В сегодняшнем матче можно. Так, по-моему, сейчас пошла штыковая. Гуе там чего-то задавал? Да, с Эстонией. Не надо бежать нам из Эстонии. Эстония к нам ближе, чем линей. Это как футболисты вот этим начинают заниматься. Это все. Что там стало? Не показали момент? Нет, ну, так сказать... Судья нужно успокоить. И побыстрее. Маме так важно, что зараз арбитер налаштованный дуже серьезно. Показывают на Маркевича, что уже, ну, досить у нее червоной картки. А, он не радится зараз с лайнером. Боковой, боковой сейчас ему подскажет все, да. А Маркевич вот такие... Червона, червонок, червона. Тихо, 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 не спешите. Червона! За него червона! За него червона! Ну, было побитно, как арбитер сказал красная. И, бачите, ироничная посмешка у Кононова. Пишли, пишли. Слово, можно всю игру, так сказать, знаешь, надо. И желтая картка Папа Гуе. Да нет, это не Папа Гуе, желтая. Судя через усього. А ну, давай посмотрим. Боротьба. За нее падает. Да, Сима. За удар, за удар рукою. Бачите, пока головами... Ну, тут боротьба. Десь, можливо, Ріктем выставлял Папа Гуе. Дивимося далее. Пав Зиньо. Бачите, тут головами зійшлися когуты. Ну, если удалять, тогда удалять нужно двоих. Ну, таке, знаете, неоднозначное решение арбитра. Я хочу сказать, что, ну, насправді, все-таки, знаете, в хокеи є обопільный вирус. Размінял Маркевича на Зиньова.